В полку россиян прибыла звезда мирового бокса Рой Джонс, получил российский паспорт. За этим историческим событием наблюдал наш корреспондент Максим Драгнев. Я русский. Первые слова российского гражданина Роя Джонса. Поддержать спортсмена приехали друзья из США, России, байкеры и промоутеры. Я русский. Это очень большой шаг для меня. Я очень счастлив, что теперь буду приезжать в Россию как гражданин этой страны. Россия отличная страна. Здесь великолепные люди. Но перед своим походом в ФМС спортсмен прошел детектор лжи на одной из московских радиостанций. Там ему задали около 20 вопросов, на которые Джонс должен был ответить да или нет. Оказалось, что боксер не совсем честен. В частности, он соврал о том, что не злоупотреблял своей славой, чтобы соблазнить женщин. На вопрос от нашей телекомпании о том, уложил бы он Далай-Ламу или Махатмуганди, спортсмен радостно ответил да. Свои слова он мотивировал тем, что любой человек на ринге для него прежде всего спортивный противник. Как говорится, ничего личного. Рассказал Рой Джонс о ритуалах. Мастер левого хука первый всегда надевает правую перчатку. Журналисты задавали ему множество хитрых и каверзных вопросов, в том числе о внебрачных детях и связях с русскими девушками. Джонс отвечал утвердительно и не соврал. На вопрос о том, хотел бы он поучаствовать в тренировочном поединке с президентом России Владимиром Путиным, Рой Джонс также ответил положительно. Спортсмен успел попробовать себя в кино и шоу-бизнесе. Не обошлось без рэпа и в этот раз. Еще в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Рой Джонсу российского гражданства, но с одним условием. Большую часть своей жизни спортсмен должен будет связать именно с Россией. Рой Джонс согласился и сегодня подтвердил, что собирается открыть здесь элитную боксерскую школу. Максим Драгнев, Евгений Сибиряков, Алексей Корчагин и Артем Стряхнев. Мир24. Впрочем, Рой Джонс далеко не первый спортсмен и известная личность, которой решили стать новыми русскими. Самой яркой звездой стал южнокореец Виктор Ан. В родной стране его уже списали со счетов и не пригласили в сборную, но зато выступая за Россию на Олимпиаде в Сочи, он выиграл сразу три золотых медали в шорт-треке и таким образом стал самым титулованным спортсменом в этом виде спорта. Тезка Ан, американец Виктор Вайлд, решил сменить гражданство после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. Из-за этого он даже пропустил один из сезонов, но на той же самой Сочинской Олимпиаде наверстал упущенное. Вайлд стал единственным сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одних играх. Еще одно золото в копилку сборной России на Олимпиаде 2014 добавил украинка Татьяна Волосожар. Вместе с будущим мужем Максимом Траньковым они стали первыми в парном фигурном катании. Известно, что российское гражданство хочет получить также американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Спортсмен уже давно известен любовью к России. На ногах у него даже есть татуировки, родина, мать и серп и молот, а на груди красуется черно-красная звезда. Но, пожалуй, самый знаменитый новый русский – это легендарный французский актер Жерар Депардье. Сейчас он не просто россиянин, но имеет звание почетного гражданина Удмуртии Чеченской Республики. Как писали СМИ о своем желании стать россиянкой говорила и актриса. Секс-символ 60-х и известный борец за права животных Брижит Бардон. Правда, дальше разговоров дело не пошло. Но вот что думают рядовые россияне о своем новом соотечественнике, об этом мы спросили прохожих на улицах Москвы. У нас своим людям плохо, а вот эти, этот французский, потом этот Рой Джонс, ну, хороший боксер, конечно, больше он принесет нам, будет обучать. Но я не знаю, своим, по-моему, в первую очередь было бы легче. Такие люди нужны России, я считаю, что и это решением президента, а почему нет. Мы тоже приехали из Европы, как видите, потому что там очень тяжелое сейчас положение и с беженцами. Были случаи, когда вот здесь в очереди пришлось, ну, как бы опоздали, да, там талончик взяли, пришлось два месяца ждать новой очереди. Поэтому немного обидно. Ребята, извините, тороплюсь, там сейчас уже прием начался. Спасибо. Надо отметить, что все известные личности получают российские паспорта по очень упрощенной схеме. Для обычных граждан эта процедура может длиться годами. Продолжение следует...